Неосторожное обращение с огнём вновь стало причиной пожара. В посёлке Искателей загорелась квартира в доме 19 по улице Строителей. И хотя пожарные расчёты ликвидировали возгорание в считанные минуты, жители деревяшки вынуждены подсчитывать ущерб. Наталья Дуркина с подробностями. Елена Суслова совсем недавно закончила большой ремонт. Постелила ламинат, поклеила обои и заказала навесной потолок. Однако радоваться пришлось недолго. Пожар разрушил всё. Ко мне пришла соседка, стала громко стучать в дверь, что там на втором этаже идёт сильное задымление. Я вышла, сразу вызвала скорую пожарную часть. Приехали ребята, к ним пошли на второй этаж, открывали, потом стали их всех выносить, а дым-то всё равно шёл. А видать у него в полу, там, наверное, курили, я не знаю что. И уже дым-то от потолка-то уже стало видно, что он уже так стал, ну, как там, растворяться или что там делалось от натяжного потолка. И потом я смотрю, что дым пошёл уже. Уже вот всё на меня, и они включили воду, стали всё заливать. Причём это уже не первый инцидент с участием соседа Елены, в жилье которого и произошло возгорание. Он неоднократно заливал квартиру снизу. Всё могло замкнуться и загореться. Всё перекрыли, опять ушли. И так было несколько раз. Я уже хотела писать на него, потому что у меня уже больше силы. Куда уйдёшь и боишься, придёшь вот к разбитому корыту. И в итоге так всё и получилось. Жертв по счастливой случайности нет. Из квартиры, где произошёл пожар, эвакуировали пятерых. Одного передали бригаде скорой помощи. Первое возгорание обнаружила Анастасия Помылёва. Пенсионерка уже не в первый раз спасает двухэтажную деревяшку от уничтожения огнём. Например, в 2004 году она заметила задымление и незамедлительно обратилась в службу спасения. Сейчас не пострадала, потому что я первая заметила дым-то. Так, наклонилась, только хотела уборку начать делать. Думаю, хоть под диваном тут немножко это, по-моему, протру. Наклонилась, я смотрю, струйка дыма идёт. Думаю, что это такое? К нему зашла, батюшки, дым под потолка. Сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы в 12.47. На место происшествия прибыла дежурная смена пожароспасательной части. На борьбу с огнём задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Справиться с пожаром удалось довольно быстро. В 13.30 возгорание было ликвидировано. Сейчас дознавателям предстоит выяснить причины, по которым произошёл пожар. Наталья Дуркина, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.